Конкурс был объявлен в мае. За пару месяцев жюри просмотрели и прочитали десятки работ журналистов. Фантазии работникам пера не занимать, потому и материалы получились самыми разнообразными, как в жанре, так и в стиле. Всё вокруг молодой, перспективной, амбициозной столицы. Астана и работники СМИ нашли общий язык, потому вдвойне приятно, что итоги подвели в канун Дня работников информации и связи. Всех поздравляем, огромное спасибо. Мы считаем, что в современном мире без средств массовой информации просто невозможно. Как говорят американцы, есть два способа сделать мероприятие. Можно собрать 200 человек, что-то сказать и это показать на 200 миллионов. А можно огромное мероприятие сделать, например, 200, условно говоря, 2000 человек. И не дружить со средствами массовой информации, об этом, в принципе, кроме этих двух тысяч никто не узнает. Поэтому вам большое спасибо. Наши успехи, если они есть, они тесно связаны с вами. Конкурс проходил по семи номинациям. Лучший телевизионный сюжет, радиоматериал, публикация печатных СМИ в информагентствах, социальных сетях, а также лучший фотоматериал и вайн. По мнению жюри, документальный фильм о столице получился на «Отлично» у телеканала «Алматы». Обладателем диплома и солидной премии стала Дана Бахтагалиева. Для подготовки этого материала мы специально посетили Астану. Наша идея заключалась в том, чтобы найти простых рядовых людей, которые внесли свой вклад в развитие нашей любимой столицы. И к нашему счастью мы нашли и поговорили с интересными героями. Узнали, какие трудности они перенесли, прежде чем Астана стала такой, какой мы ее знаем сейчас. Работа получилась очень душевной. Считаю, что очень закономерно, что награда пришла к достойному. Отдел специальных проектов у нас на телеканале «На передовой всегда». Им под силу любые форматы и проекты. Их главное отличает – это оперативность и качество. Я очень рада за Дану Бахтагалиеву, под руководством которой делаются замечательные проекты. Документальный фильм расскажет о рождении столицы глазами и историями простых людей, тех, кто внес свой вклад. Здесь можно познакомиться и со студентом, ровесником Астаны, и с кондитером, без выпечки которого не обходится сейчас ни один праздник. И со строителями, в буквальном смысле строящими центральный город страны. Полную версию лучшего телевизионного сюжета зрители телеканала «Алматы» смогут увидеть уже совсем скоро. Презентация состоится 6 июля, в день рождения Астаны. Жанна Хаблухобаршин, Шкуралиев, телеканал «Алматы».